Ну, наконец-то! Во Дворце культуры Арктика появились хорошие новости для зрителей. Одна из них – живая встреча с артистами. Когда пройдет первый концерт в этом сезоне и как на него можно будет попасть, расскажем в следующем сюжете. Открытие творческого сезона для артистов Дворца культуры Арктика прошло в онлайн-режиме. Впрочем, для местных зрителей появилась хорошая новость. Теперь они снова смогут увидеть художественные коллективы вживую. В связи с ослаблением ограничительных мер нам разрешена наполняемость зала 30%. Но, разумеется, с соблюдением социальной дистанции между зрителями. И поэтому в новый сезон творческий, в живые концерты мы врываемся. Первая живая встреча со зрителем состоится 23 октября. Старт оффлайн-концертом даст группа Rocket Play с постановкой «Жив». Вокально-театральное представление познакомит слушателя с жизнью и творчеством Виктора Цоя. Там будут продемонстрированы некоторые эпизоды зарисовки из жизни Виктора Цоя, которые неизвестны широкому зрителю. Например, источник его вдохновения, его любовь, любовная линия. Опять же, что сподвигло его написать ту или иную песню. Зритель ждет несколько интересных, скажем так, открытий неожиданных. Ну и все это будет вместе на концерты. Приобрести билеты на концерт можно в кассах Дворца культуры Арктика. Также для комфорта зрителя теперь есть возможность купить билет на сценические постановки в онлайн-режиме. Также вот из приятных нововведений мы можем ответить, что в этом сезоне мы наконец-то реализовали функцию покупки билетов онлайн. То есть на концерт «Жив» уже продаются билеты на нашем сайте, размещена специальная кнопочка. То есть для зрителя это дополнительное удобство, не нужно будет ходить в кассу, можно там, где им удобно купить билеты, выбрать место, которое им больше всего понравится. Но льготы не действуют при покупке онлайн. Более подробную информацию о новых нововведениях и новом способе покупки билетов можно узнать на официальном сайте Дворца культуры Арктика, адрес которого вы видите на своих экранах. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.